Виталий Сафронов вспоминает далекий 68-й с ностальгией, не только потому, что молодость. Говорит, жизнь тогда действительно улучшалась на глазах. Строили дома, заводы, открывались вузы. Едва ли не главный, по его словам, движущий силой изменений был комсомол. Причем алтайский был одним из самых многочисленных в стране, больше 360 тысяч. Вот и решили в честь 50-летия организации поставить памятник и оставить послание тем, чье будущее они, комсомольцы, тогда строили. Точный текст не помнит, только настроение, с которым его писали. Исходя из этого, там и говорится, что вы будете жить в лучшее время, мы вам завидуем. Мы вам завидуем, у вас будет больше возможности для творческого развития, самовтверждения и так далее. Увы, говорит, история решила по-своему. И сегодня среди тех, кто собрался на том же месте 50 лет спустя, комсомольцы все больше бывшие. С удовольствием вспоминающие, как тогда на пустыре перед новеньким драм-театром собрались тысячи людей. Мы тогда настолько были взволнованы, эмоциональный подъем, такое вот вдохновение. И вот исторический момент. Капсула, которая пролежала в земле полвека, снова увидела свет. Как пояснили организаторы, Краевой комитет комсомола и Городской комитет по молодежной политике, в обозримом будущем, правда, пока неизвестно точно когда, на этом же месте появится новый памятник. На сей раз студенческому строю отряду «Алтай», который уже больше 50 лет представляет регион по всей стране. Наконец-то уже это произойдет, потому что Алтайский край один из ведущих в стране по студенческим строительным отрядам, потому что здесь самый лучший отряд. Всегда знаменно, каждый год Алтайский край выигрывает. Капсула передана на хранение в Краеведческий музей. А вот вскроют ее и прилюдно прочтут послание только через месяц, 29 октября, в день 100-летия образования комсомола. Тогда же планируют заложить новое письмо потомкам. На этот раз свои послания, не только текстовые, но и видео, смогут разместить все желающие. Информация о том, куда присылать послания, появится в социальных сетях в ближайшие дни. Илья Кочетков, Андрей Печеркин. Наши новости.